Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Павел Бережанский, врач-педиатр, куратор направления номинации «Мое здоровье» международного конкурса «Моя страна, моя Россия». Здравствуйте, Павел! Здравствуйте, Мария! Очень рады видеть вас в нашей студии. Знаем, что у вас очень плотный график. И спасибо, что нашли время, приехали к нам, потому что конкурс действительно уникальный. Продолжение следует... Вы неоднократно становились участником этого конкурса и победителем. Вот расскажите об этом вообще, как узнали об этой платформе и насколько действительно изменилась ваша жизнь после участия в этом конкурсе? Ну, конкурс «Моя страна, моя Россия» работает с 2005 года. Он начинался как маленькая студенческая инициатива и сейчас перерос в огромную платформу, которая с 2019 года вошла в платформу президента «Россия – страна возможностей». Я узнал об этом конкурсе в 2018 году в конце от знакомых, которые участвовали. И то, что понял, и то, что я хочу участвовать в этом конкурсе. И в 2019 я подал заявку в номинацию «Мое здоровье». Конкурс проходит в нескольких этапах, я об этом расскажу. «Мое здоровье» была защита очных проектов в Екатеринбурге, в Уральском медицинском университете. Я прошел. Очень приятно было получить звонок по телефону с поздравлениями, что вы прошли в очный этап, что вы выиграли. Но, как всегда, когда защищаются, не говорят ни места, ничего. И мы вот поехали в октябре в Питер и там объявили, что мы победители. И мне дали приз, специальный приз. А в прошлом году я участвовал... Какую работу вы представляли? Сразу несколько слов. Да, работу представлял, ну, как всегда, я работаю с детьми, с маленькими, с аллергией, с астмой. И там мы представляли работу по и ранней диагностике астмы. Но там же были моменты по ранней диагностике сахарного диабета у детей. У нас была такая большая работа, у нас была команда, как мы работали. А в том году я участвовал в номинации «Мое село», потому что я живу в Одинцовском районе, живу в селе Успенское. И я очень радуюсь за развитие села. Мне хочется, чтобы в каждом селе оно было как гармоничное. Чтобы были и клубы, и школы, и садики. Потому что, когда приходишь в село, например, в Успенское, Вершовское, видишь, что все есть рядышком, очень радостно за людей. И не хочется никуда уезжать, правда? Несмотря на то, что есть такие большие перспективы. Никуда не хочется, да. И представлял проект «Мое село». Мне хочется, чтобы в каждом селе чуть-чуть больше развивалось здравоохранение. Чтобы были возможности проводить диагностические какие-то мероприятия. Потому что очень сложно найти узких специалистов в сельской местности. И вот я представлял этот проект. Мы его попробовали реализовать на двух ФАПах. Но потом начался коронавирус. И немножко у нас проект приостановился. Но тем не менее, что вы получили после победы в этом конкурсе? Какой вот толчок для развития? Толчок для развития вообще проектов начинается с самого начала подачи заявки. Когда ты подаешь заявку, там относительно большая форма. Есть конкретные вопросы, конкретные задачи с перспективными направлениями, которые важны для экономического, социального развития наших территорий. Ты заполняешь заявку. И во время заполнения заявки, во-первых, ты обдумываешь свой проект. Ты четко обдумываешь мысль, четкое изложение. То есть уже во время заявки он у тебя структурируется. Потом происходит предварительная защита проекта. Где ты получаешь обратный фидбэк от экспертов. Которые говорят, что-то добавить, что-то просчитать. Ну, а на очном этапе ты уже получаешь заключительные мысли экспертов, заключительные какие-то советы по проекту. Это первая часть для проекта. Вторая часть, что проходит большая информационная поддержка конкурса, большое развитие проекта в социальных сетях. И именно конкурс, организаторы помогают это делать. Они связываются и с журналистами, связываются и с правительствами, и с администрациями. И подсказывают администрациям, что есть вот такой вот проект на вашей территории. Давайте и мы поможем, и с вашей помощью мы его запустим и сделаем более масштабным. Ну, получается, благодаря этому конкурсу молодые специалисты, молодые ученые могут представить все свои разработки. И действительно попытаться реализовать эти проекты, получить поддержку. И финансовую в том числе. То есть можно же получить предложение после того, как ты стал финалистом, победителем конкурса. Ведь на защитах и на финальных этапах присутствуют и губернаторы, и представители крупнейших компаний страны. Да, смотрите, ну тут очень много моментов. Во-первых, участвовать могут не только молодые ученые, какие-то изобретатели. Участвовать могут все. В этом году конкурсу исполняется 17 лет. И в этом году есть номинации для детей от 0 до 13 лет. Это номинация «Сказки о космосе». Это первый год. И следующее. Во всех номинациях есть возрастные ограничения до 35 лет с 14. Кроме номинации «Моя педагогическая инициатива». Не обязательно быть ученым, чтобы участвовать в конкурсе. Надо быть просто неравнодушным жителем своего региона, своей сельской местности, своего города. Человеком, который хочет изменить вокруг себя пространство. Да, который хочет что-то сделать. И я считаю, что у нас в Московской области, в Одинцовском районе, есть огромный потенциал, потому что у нас есть замечательная премия губернатора Московской области, где люди представляют свои проекты. Может, они не знали о проекте «Моя страна, моя Россия», но эти же проекты можно представить, можно улучшить, можно дать им масштабирование, можно дать поддержку. Для лиц до 30 лет есть финансовая поддержка и довольно существенная от Росмолодежи. Подавая проект, надо параллельно подавать, оформлять маленькую заявочку здесь же, на сайте в Росмолодежь. И можно получить финансирование до 2 миллионов рублей на свой проект с поддержкой экспертов, с поддержкой кураторов. С 2019 года, когда «Моя страна, моя Россия» вошли в платформу, «Россия – страна возможностей», это огромная платформа, где у нас проходят и лидеры России, и лучшие педагогические работники участвуют в этой платформе. И с 2019 года победителям, интересным проектам вообще всем, даже не то, что победителям, могут даваться какие-то наставники. Наставники, которые действительно победили в этих больших конкурсах, у которых есть большой опыт развития именно в этом направлении проектов. Это очень существенный вклад. Вот, например, с 2019 года мне повезло, мне тоже дали наставника, победителя, лидера России. Что-то я знал в медицине, но моменты экономические, моменты работы с фармфирмами и так далее я не знал, но он мне очень много подсказал, рассказал и очень благодарен. Илья Аничаев прямо замечательный, замечательный куратор, замечательный наставник и, по сути, замечательный друг. На конкурсе можно обзавестись, самое большое это общение, конечно, большое количество друзей, потому что это все заинтересованные люди в своих проектах. Многие проекты переносятся из соседних областей в другие области. Это очень важно, потому что с 2019 года с кем мы участвуем, я общаюсь со всеми. И с каждым годом у меня этих друзей у всех становится больше. С кем-то мы общаемся только онлайн, но это не мешает нам общаться, созваниваться, делать какие-то небольшие проекты. Молодой и инициативный, хочешь изменить к лучшему жизнь в своем селе, городе или регионе и знаешь, как это сделать? Расскажи о своей идее на всю страну. Стартует 18-й сезон Всероссийского конкурса «Моя страна. Моя Россия». Проекта платформы «Россия. Страна возможностей». Стань частью 150-тысячного сообщества единомышленников из 85 регионов России, уже сегодня воплощающих в жизнь задумки на благо своей малой родины. Не упусти возможность реализовать свой проект, пройти стажировку в крупных российских компаниях, получить образовательные гранты, призы от партнеров конкурса и льготы при поступлении в российские вузы. Ты готов? Заходи на сайт моястрана.ру и подавай заявку прямо сейчас. Павел, все-таки как стать участником конкурса «Моя страна. Моя Россия» и попытаться победить? Ну, как я сказал, да, участвовать могут все лица до 35 лет, педагогические работники могут участвовать без ограничений. Есть 17 номинаций. Вы заходите на сайт «Моя страна. Моя Россия» и заполняете заявку. Заявки принимаются до середины мая. Это если вы хотите стать участником. Но хотел бы, наверное, еще сказать, что конкурсу требуются и эксперты, потому что у нас на территории также живет большое количество людей, у которых есть уже опыт развития проектов, опыт в оценке проектов. И также на этом сайте можно зарегистрироваться в качестве эксперта. Также подать заявку. В том году были поданы около 3000 заявок, но проходит учеба и было выбрано около 1000 экспертов. Но в том году общее количество заявок составляло 63 тысячи заявок. Это именно конкурсантов? Это именно конкурсантов только. Ну, внушительное число. Огромное число. Огромное количество. И эксперты качественно прорабатывали каждую заявку, с каждым общались. Это была очень сложная задача. То есть, в принципе, любой из жителей нашего округа, Московской области, может не только принять участие в качестве конкурсанта, но и стать экспертом. Да, может подать заявку, пройти учебу. И если хорошо прошел учебу, научился, сдал тесты, то можно стать экспертом. Но в этом моменте я еще хочу сказать, что до середины мая принимаются заявки. Дальше проходит заочный этап. В том году из 63 тысяч заявок в заочном этапе было выбрано всего 738. И эти 738 человек, они защищали свои проекты очно. Главное, что помимо того, что участвуете в конкурсе, можно победить, получить грант. Для тех, кто собирается поступать в университеты, победа в конкурсе и занятия даже каких-то дополнительных мест, дополнительных номинаций дают дополнительные баллы КИГЭ. Это первое. Во-вторых, можно стать членом ассоциации выпускников конкурса, где общаются люди, кто уже участвовал. Можно получить огромную помощь в развитии вообще всех проектов там. Очень много возможностей. Павел, в 2020 году конкурс приобрел статус международного. Свои проекты представили разные страны. Это 15 стран представляли свои проекты на этом конкурсе. Но, тем не менее, хочется поговорить именно о том, что волнует наших жителей, жителей нашей огромной страны. Какие темы поднимают в своих проектах они? Ну, смотрите, да, 15 стран было в прошлом году. В этом планируется еще больше стран. Это раз. Во-вторых, проблемы, они, наверное, ограниченными номинациями. То есть есть педагогическое линице, «Мое село», «Моя победа», «Мой космос». И, в общем, 17 номинаций. Это раз. И в каждой номинации, которую я читал, я читал большей частью проекта, конечно, по номинации «Мое здоровье». Но в каждой номинации есть настолько уникальные проекты по развитию от маленького села, где находятся пять домов. В том году этот проект занял первое место в номинации «Мое село», где находятся пять домов. Но там развивают настолько культурный какой-то музей под живым небом, получается. До огромного, где развивают огромные парки для людей с ограниченными возможностями. И колоссальное количество идей можно подчеркнуть не только для наших жителей, но и для сотрудников администрации, сотрудников правительства на этих конкурсах. Здравоохранение «Большой блок», вы куратор в этом направлении. Есть ли интересные работы и какие регионы активнее всего представлены именно в этом блоке? Ну, здравоохранение, да, у нас один из самых больших блоков. Но он еще один, наверное, один из самых научных блоков. Какие проекты представлены в этом году, пока сказать не могу, потому что заявки принимаются до середины мая. Но в прошлом году было подано больше, именно в этом направлении, больше 10 тысяч заявок. Это раз. Во-вторых, мне очень приятно смотреть, что наша Московская область входит в тройку лидеров по количеству заявок. Москва и Санкт-Петербург, Московская область. Но мне хотелось бы, вот, и, наверное, вам рассказываю, и сейчас зрителям рассказываю, чтобы этих проектов было больше. Потому что я радую и за наш Денцовский район, и за нашу Московскую область. Очень много проектов, учитывая, что 21 век, все равно век девайсов, носимой электроники и так далее, очень много проектов касаются именно вот этих вот носимых, носимой электроники и этих девайсов. Проектов, даже в медицину входили проекты, которые относились к биологии. К образованию детей, которые относились немножко к сельскому хозяйству, но влияли как-то на именно здоровье людей. Поэтому в этом году заявок планируется в разы больше, потому что 21 год объявлен годом науки. И мне очень приятно вообще, что в медицине до сих пор сохраняется очень-очень много науки. Это замечательно. В 2019 году, мы уже об этом говорили, конкурс «Моя страна, моя Россия» вошел в платформу «Россия – страна возможностей». Какие преимущества это дает? «Россия – страна возможностей» – это большая платформа, созданная по инициативе нашего президента. И в эту платформу входят не то что конкурсы, а входят какие-то ассоциации, какие-то блоки, которые дают самое большое социально-экономическое развитие именно территориям, отдельным муниципалитетам. Как я уже говорил, туда входят и лидеры России, мой первый бизнес, входит большое количество узкопрофильных каких-то номинаций из газового пластика, из энергетики. Это, во-первых, возможность пообщаться с людьми, пообщаться с людьми, которые запустили свои проекты, которые уже работают на всей территории нашей страны и за рубежом. Это возможность пообщаться напрямую, как мы с вами общаемся, с руководителями, с министрами каждого профиля. Буквально 1 марта был дан конкурс, конкурсу «Старт» в Курчатовском университете. И буквально, как мы с вами, я также сидел с нашим министром образования и науки. Поэтому это огромные возможности. Павел, как Вы считаете, почему сегодня важно участвовать в подобных конкурсах? Во-первых, это реализация своих собственных идей. Потому что каждому человеку, мне кажется, хочется что-то создать. Потому что люди созданы для создания, для какого-то созидания, не для разрушения. Это раз. Во-вторых, участие в конкурсе позволит реализовать свои какие-то внутренние амбиции. Это есть. Во-вторых, люди – это социальное существо. Потому что, если ты участвуешь в конкурсе, ты рассказываешь о нем, о хороших проектах. Это своим друзьям, своим знакомым. И ты вокруг себя собираешь большое количество людей, которые тоже заинтересованы. Потому что и большое количество проектов, даже если не побеждают, они только на этом общении, на этих каких-то коалициях, связях, развиваются до огромных масштабов. Вы, как куратор, какую помощь можете оказать участникам и оказываете? Да. Куратор направления «Мое здоровье» сейчас принимаются заявки. И во время приема заявок у нас возникла идея создать такое направление «Интеллектуальное волонтерство». То есть у нас есть люди, которые подают заявки, но у них есть какие-то вопросы. Они могут написать, они могут позвонить и сказать, у нас есть какая-то проблема. Мы не можем сформулировать задачи. Мы не можем сформулировать правильно цели или придумать, где этот проект еще применить. И мы хотим собираться 5-6 человек, благо это можно делать сейчас онлайн. И час-два, раз-два раза в неделю мы можем помогать этим проектам, получить какой-то новый образ, новое видение, новое развитие. Но это мы планируем запустить как раз после всех задач в мае месяце. Ну и, конечно же, Ваше пожелание как куратора, как участника этого конкурса, будущим конкурсантам? Подавать заявку на конкурс непросто, потому что есть разные моменты именно по задачам, по целям, по видению. И самое главное, что проект должен соответствовать социально-экономическому направлению какому-то развитию. Если есть вопросы, конечно, мы на них ответим, расскажем. Но главное пожелание, что никогда не останавливаться. Надо добиваться, надо делать свои проекты. Я помню по себе, что я первый проект, это был еще 2010-й в году, я его подавал пять раз. Пять раз я ничего не выигрывал, никуда не проходил. Но это для меня была огромная школа, огромный опыт. Поэтому никогда не останавливайтесь, действуйте. Если у вас действительно хороший проект, вас заметят, вам помогут. Ну, а мы, в свою очередь, поможем, чем можем. Спасибо, Павел, за интересное интервью. Спасибо большое. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.